Мы рады приветствовать вас на сайте RedFly. Меня зовут Елена и я расскажу вам о услугах RedFly и как воспользоваться возможностями, предложенными на сайте. RedFly предоставляет вам возможность создавать самим в онлайн-режиме персонализированные фотопродукты, такие как фотокниги, фотокалендари, фотооткрытки из собственных фотографий при помощи простой, но с огромными возможностями для художественного оформления программы. Заказы ваших работ оформляются прямо на сайте. Доставка обеспечивается. Чтобы начать использовать RedFly услуги, вы должны зарегистрироваться. Регистрация бесплатна и это легко сделать. Нажимаем на опцию «Регистрация». В левой части окна появляется форма, которую вы должны заполнить всеми необходимыми данными. Затем нажимаете «Регистрация». Так как я уже зарегистрирована, я просто войду в свой аккаунт. Нажимаю «Войти». Ввожу адрес электронной почты. Пароль. И нажимаю «Войти». Теперь мы находимся в RedFly аккаунте. Для того, чтобы начать работу над своим проектом, входим во вклад «Создать» и нажимаем. В открывшемся окне нам предложено три опции для работы. Мы можем начать создавать фотооткрытку, календарь или фотокнигу. Как только определились, что будем создавать, нажимаем кнопку «Выбрать». Теперь нам нужно пройти несколько этапов в процессе создания. Первый шаг – это создание или обновление проекта. Так как мы создаем новый проект, новую фотооткрытку, выбираем опцию «Создать» и вводим название нашего проекта. Предположим, будет называться проект «Подарок». Ввели название и нажимаем кнопку «Далее». Переходим на следующий этап. Следующий этап – это загрузка фотографий. Для того, чтобы начать загружать фотографии, нам нужно создать фотогалерею. Или можем выбрать опцию «Загрузить фотографии в уже существующую фотогалерею». А если фотографии у нас уже загружены в фотогалерею, выбираем третью опцию «Пропустить этот шаг». Так как мы еще не создавали фотогалерею и не загружали фотографии, мы выбираем первую опцию и даем название нашей фотогалереи, также «Подарок». Ввели название и переходим на следующий шаг, нажимая кнопку «Далее». Здесь нам предложено выбрать источник фотографий. Откуда мы будем загружать фотографии? Мы можем выбрать «Загружать фотографии с нашего компьютера», импортировать с PCOS аккаунта или импортировать с SLIRC аккаунта. Я выбираю первую опцию «Мой компьютер». Нажимаем на кнопку и появляется окно, в котором нам предлагают добавить фотографии по отдельности. Или если мы желаем добавить папку с фотографиями целиком, нажимаем кнопку «Добавить папку». Я буду добавлять файлы по отдельности, нажимаю «Добавить файлы». Теперь мы выбираем местонахождение наших файлов на жестком диске. Папка «Пейзаж». Я хочу увидеть их, как они выглядят. Выбираю эту фотографию и эту. И нажимаю «Добавить». Мы можем увидеть ниже фотографии, которые выбрали с нашего компьютера и хотим загрузить в нашу фотогалерею. Как только выбрали все фотографии, нажимаем кнопку «Загрузить» и фотографии будут загружены в нашу фотогалерею под названием «Подарок». Как только процесс загрузки завершился, переходим на следующий этап, нажимаем кнопку «Далее» и входим в RedFly приложение. Первый шаг работы в приложении мы должны выбрать формат нашей открытки. Выбираем тип «Одинарная» или «Двойная», «Размер», нажимая на «Размер», мы можем увидеть, как оно выглядит, побольше, поменьше, и положение «Горизонтальная» или «Вертикальная». Я выбираю «Горизонтальная». После того, как определились с форматом открытки, переходим на следующий шаг и нажимаем «Следующий шаг». Второй шаг работы в приложении предлагает возможность выбрать наиболее подходящую тему для нашей открытки. В нижней части окна мы можем просмотреть все предложенные темы. Для того, чтобы увидеть весь спектр, нажимаем на кнопку «Расширить» или, если хотим в один ряд их просматривать, просто сжимаем. Нажимаем на папки с предложенными стилями и выбираем простым нажатием мауса. Вы можете увидеть на рабочем столе, как будет выглядеть наша открытка с данным стилем, выбранным стилем. Если не нравится, нажимаем на «Другой». Итак, пока не найдем тот стиль, который нам по душе и который нам понравился. Мне нравится этот, я останавливаюсь на этом варианте. Как только определились с темой, переходим на следующий шаг. Третий этап работы в приложении позволяет нам ставить свою фотографию в фотооткрытку. Внизу мы можем увидеть все фотогалереи, которые мы создали и в которые загрузили фотографии. Для того, чтобы увидеть фотогалерею, мы просто нажимаем и открывается папка с фотографиями. Вот наша фотогалерея «Подарок». Нажимаю и мы увидим загруженные фотографии. Фотографию вставить в открытку очень просто. Нажимаем на фотографию и простым движением мауса перетаскиваем ее. Как только в правом нижнем углу мы видим значок «Синий кружок со стрелкой», опускаем и фотография вставляется в открытку. Также на этом этапе у нас есть уникальная возможность разнообразить нашу открытку, которая позволяет нам придать более художественное оформление открытки и таким образом более глубокую индивидуальность. Нажимаем на кнопку «Разнообразить» и прямо под открыткой появляется больше вкладов. Первый вклад «Мои фотографии». Второй вклад – это галерея картинок, из которых мы можем выбрать любую. Открываем галерею, выбираем картинку, нажимаем, перетаскиваем и вставляем. У нас есть возможность изменить размер, повернуть и еще много-много других возможностей. Таким образом, мы оформляем наш проект до тех пор, пока он будет выглядеть так, как мы себе представляли и так, как мы хотим его увидеть в распечатанном виде. В левой стороне можем увидеть верхнюю часть, нижнюю, заднюю, переднюю. Также есть опция «Ввести текст», «Ввой текст». Можем свободно изменить размер, выделить цвет. Если хотим добавить задний план, изменить или другую, может быть, рамку, выбираем и перетаскиваем. Если нам не нравится, мы выбираем другой вариант, таким же образом изменяем до тех пор, пока проект выглядит так, как вы задумали. После окончания работы RedFly предлагает вам опцию предпросмотра. Нажимаем на предпросмотр, и вы имеете возможность увидеть вашу открытку точно так, как она будет выглядеть в распечатанном виде. Если вы довольны такой работой, нажимайте «Добавить в корзину». Если нет, вы можете вернуться и сделать кое-какие изменения. Добавляем в корзину, нажимаем кнопку «Добавить в корзину». Еще раз подтверждаем, что мы проверили. И вот наш проект добавлен в корзину. Чтобы просмотреть, нажимаем «Просмотр корзины». Наша корзина. И вот последний созданный проект со всеми данными и с ценой. Как оформить заказ и оплатить, мы расскажем вам в следующих уроках. Всего доброго!